Друзья, продолжаем отвечать на ваши вопросы, которые иногда приходят в комментариях. И на этот раз вопрос звучит так. Роман нас спрашивает. Мне говорит 30 лет, и я до сих пор не знаю, что выбрать, семейную жизнь или монашескую. Конечно, вопрос совершенно не по адресу, и мы тут сами будем рассуждать. Наверное, мы даже не будем толком рассуждать. Я просто хотел посоветовать, прям именно на ваш вопрос отвечает старец Паисий Светогорец в книге под названием «Семейная жизнь». По-моему, это четвертый том его слов. Вот там первая глава посвящена именно этому. Там много разного он рассказывает и про молодых, и про тех, кому уже около 30. Вот объясняет, почему. Ну, как бы он со своим своеобразным юмором, он к этому делу относится. Вот. И, наверное, главный посыл такой, что, чтобы ты не выбрал, Господь порадуется и тому, и другому. И самое главное, чтобы ты проходил вот этот свой жизненный путь с любочестьем, то есть со стремлением к Богу, с желанием Господу послужить, с желанием свою жизнь пройти правильно. Вот. Потому что мы знаем с вами, что... Вот старец Паисий говорит так. В женитьбе нужно немного сумасбродства. И, типа, чем дольше вы тянете, тем тяжелее потом жениться. Ты уже начинаешь слишком много отмерять, смотреть туда-сюда. Вот. Он там приводит интересный пример, что была речка горная, через которую нужно было перейти. И вот на берегу стоял дурачок, ну, немного сумасшедший человек, и обычный парень. И обычный парень думает, ну, сейчас вот дождь пройдет, и так что-то мерзко, противно, опасно через реку идти. Потом аккуратненько как-нибудь перейду. Воды так много не будет. А дурачку надо было перебежать, он взял, задрал свой подол и через речку в полу вплавь перебежал. И оказался на другом берегу. А дождь все усиливался. И вот этот обычный парень, который вроде бы умный, такой рассудительный, он так и не смог перейти. Потому что вода начала выходить уже из берегов, и речка совсем стала там нестись с ужасающей силой. О чем эта история? О том, что чем старше мы становимся, говорит старец Павеси, тем нам тяжелее уже... Нас не хватает немного, говорит он, сумасбродства. И действительно, какой бы мы путь жизни не выбрали, нам, мне кажется, вот это уже мое рассуждение, что нам должно хотеться либо одно, либо другое. И тяжелый действительно момент, когда вы сами не знаете, чего вы хотите. Когда цели не видишь, трудно к ней идти. Поэтому мне кажется, что вот в моем случае, что мне помогает в таких вариантах. Мне помогает тайм-аут. Мне помогает сказать себе, Илья, если ты не уверен ни в этом, ни в другом, значит, тебе не надо идти ни направо, ни налево. Значит, соберись. Или расслабься, наоборот. Перестань думать об этом. Перестань думать, что тебе нужно выбрать или одно, или другое. Успокойся. Помолись. Соверши какое-то, может быть, путешествие. Работай на своей работе. Ищи радость каждому дне. Перестань париться по этой ерунде. Вот пока это ерунда. Пока ты не захотел ни того, ни другого. Ты не сможешь быть успешен ни в одном, ни в другом. И мы знаем, что, помните, вот есть такая, немного бывает порочная ситуация, когда человек учится в семинарии, проходит пять лет, он себе ни невесту не нашел, ни монахом становиться не хочет. Тут у меня был товарищ, который лет десять, наверное. Вот он не знал, вот что ему, то или другое. И в конце концов, через десять лет он принял монашество, но он принял его осознанно, он хотел его. Он понял, что вот да, действительно, я хочу именно вот так пройти свою жизнь. А сколько молодых людей, которые, когда приступают, там, пятый курс, он думает, так, ну мне где-то надо работать, пора быть священником, я не могу стать священником, пока я не определился. Невест у меня нету. Ну ладно, пристригусь в монахи. Представляете, эти монахи очень часто потом становятся, ну, помните, там, это, по-моему, Серафим Саровский говорил, что не монахи, а черные головешки. То есть, они, у них нету этого горения внутри. И мне охота быть монахом. Им не охота быть, у них даже вот этой романтики нету, там, монашеской, да, что я буду там, как старец Паисий Задогорец, да, или как там старец Серафим Саровский. Они просто вот приняли такое рациональное решение, что вот жены не было, жены нет на примете, ну, надо, пора уже где-то работать, пора быть священником, я вот хотел быть священником. И вот заодно со священством они принимают монашество. И монахи в итоге никакие. Ну, понятное дело, не судить, да, но я думаю, они сами скажут, что удалось им это монашество, ну, просто вот надо было, вот надо было, я стал. И это прям, согласитесь, страшно, потому что монашество – это ангельский образ. То есть ты должен стать ангелом, а ты даже не настроен стать ангелом. И, в общем, вот такая печальная история. Поэтому вот себе бы я, вот не вам, Роман, потому что прям, как обычно, мы ничего не знаем. Но себе бы я сказал бы так, Илья, успокойся, все, не парься, оставь эту проблему на потом. Господь тебе обязательно поможет. И вот когда внутри меня созревает уже определенный решение, когда я понимаю, чего я хочу, тогда вопросов подобных уже не возникает. Направо идти или налево, я знаю, куда идти. И мне не надо в Ютубе там в комментариях спрашивать. Вот. Поэтому те, кто тоже что-то хочет сказать Роману, пишите внизу, как обычно. Я еще раз повторюсь, что самый главный совет этого видео, Роман, чтобы вы нашли книгу «Семейная жизнь старца Паисии», прочитали первую главу. Возможно, вам это поможет. Ну и от меня совет, который я дал бы себе, просто перестать немножко париться. Да, уже 30 лет. Ну, как говорится, и так уже время упущено. Вот. С молодой не получилось ни жениться, ни постричься. Теперь надо что-то уже немного отпустить ситуацию. Вот. Помолиться Богу, чтобы он все разрулил, подсказал, объяснил. Чтобы вы нашли свой замок, чтобы вы вошли, как ключ в него и провернули. Открыли дверь. Вот. Спокойно. Пока пожить, наверное. Поискать то, чем вам интересно заниматься. С Богом. Спасибо большое за вопросы. Вот. За доверие к нашей аудитории. Кто-то что-то, если подскажет еще, то здорово. Но решать вам. Там даже старец поиск-стогорец говорит, я ни разу в своей жизни никому не сказал, ты женись или ты стригись. Потому что, ну, это, говорит, не моя прерогатива. Даже если я вижу, что было бы лучше для этого человека, я никогда не говорю. Потому что, говорит, когда настанут трудности, этот человек, они, говорит, всегда настанут. Хоть будь ты монахом, хоть будь ты мирянином, там, да, в семье. А то они потом ко мне, говорит, прибегут и будут жаловаться. Вот ты мне сказал стать монахом, а я теперь мучаюсь. Вот. Он говорит, что горечь есть и там, и там. Но если ты будешь со Христом, если ты больше будешь думать не о том, кем же тебе стать, там, монахом или женатым, а как ты немного успокоишься и будешь искать общение со Христом, то Христос и в том, и в ином случае, что бы ты ни выбрал, Он всегда будет рядом. И когда у тебя будет горечь, Он тоже будет рядом. С Богом. Хорошего вечера. С наступающим воскресным днем.